Всем привет! Сегодня у нас 16 августа. Начинает поспевать средне-поздний сорт персика Flamen Fuity PF23. Вот такой вот он красавчик висит. Плоды довольно крупные, красивые. Я вчера, 15 числа начал первые пробовать плоды, то уже некоторые мягкие созрели. Такая красота висит на дереве. В этом году он раньше начал поспевать, потому что жара стоит у нас 38-36 до 40 градусов в тени. Просто морзи плавятся. По этой причине он раньше. Обычно к началу сентября начинаю поспевать. Конец августа, начало сентября. Такие персики. Улеплено висит. Сейчас покажу. Снизу все залеплено вырожаем. Сорт каждый год показывает тебе хорошо. Каждый год вырожаем. Один год обсыпал цветки. Были морозы во время цветения. До трех-четырех морозов с утра. И ни одно утро подряд два или три дня было. И он скинул цвет. Осталось там два или три персика всего. А так морозами не повреждается. Красавчик. Вкусный, товарный, красивый, плотный персик. То есть вот последние плоды получается чуть-чуть выше моей головы. То есть я его каждый год вот так вот пиляю на уровне глаз. И весь урожай получается, грубо говоря, на уровне глаз висит. Куча. С этой стороны покажу. Вот такая вот красота. Кто посадит, будет доволен сортом. Только его, конечно, надо на сильнорослых подвоях сажать. Чтоб он был. Ни в коем случае не на пуме селекте. Только на жердель или маньчжурский персик. Или дикая луча. Ну что-то такое мощное. Сейчас внизу покажу. Внизу тоже висит. Все в персиках. Все листьями завешено. Вот такая вот красота. Флэмэн Фьюти ПФ-23. И стоит. Запах от него идет. Персиковый аромат. Очень сильно слышно. То есть ароматный сорт. Сейчас надо сорвать. Держится неплохо на дереве. Вот солнышко на стороны и в тени. Вот такие вот плоды. Вот это мягкий вообще плод. Вот такие вот плоды у него красивые. Мороз сильный у него. Ой. Срезался. Мороз сильный дерево. Так что прет нормально поганый. Чертикуда погнали. Это все будет весной обрезаться. Вот по вот эту часть. Вот так вот все будет обрезаться. Оно мне не надо там на небесах. Мне надо урожай, чтобы вот в зоне досягаемости. Чтобы я его мог и пронормировать, и обкропить, и побрызгать, и урожай собрать. А не пчелка летала там где-то вверху. То есть я это не сильно приветствую. Так, сейчас сорвем. Посмотрим, какой вес. Найдем сейчас плоды такие помягче. Красавец. Товарность хорошая. Некоторые твердоватые, но он переспевший тоже. Я думаю, не сильно хорошо. Когда переспевает. Такие вот воды. В руке вот видно. Большого размера. Немаленькие. Грамм по 200. Должны быть, может быть, больше. Классно. Так вот сорвал немного плодов покушать. Сейчас как раз их и сложим. Посмотрим, какой у них вес. 200. Будем тут ложить плоды. Чтобы не повторяться. 250. 200. 200. Красивые. У нас почти 200. У нас 150. 160. Так. С этой стороны есть. Так. Давайте с этой посмотрим, какие. 220. Красивые. 200. 200. Ну, короче говоря, 200-250 грамм. Это с учетом, что загрузка на нем хорошая. То есть не 5, не 10, чтобы висит. Загрузка хорошая. В общем, вот такой вот вес. С учетом нормировки хорошей, то будет он и по 300, и по 350 грамм. То есть, если его будет в два раза меньше на дереве висеть. У меня загрузка хорошая, его идет. Так что вес, вот средний вес его получается такой. Так, сейчас разрежем, попробуем на вкус какой он. Так вот разрезал данный персик. От косточки отделяется очень хорошо. Такая у него желтая мякоть. Такая красивая. Около косточки с красненькой идет. Красноватая. Мякоть плотная. Вот полностью повспевший плот. Вот она как бы мягкая. Вот видно. Я нажимаю, она мягкая. Но в то же время плотная. В то же время такое. Не такое, как чувака. Что нажал и потекло. То есть, ну и в то же время должен быть сочный. Сейчас посмотрим. Красивые такие дурки. Вот так нарезать. Красота. Сок есть. Да, видно. Только нажимаю, течет сок. Сочный. Сейчас попробуем на вкус. Мякоть плотная такая. В то же время живется хорошо. С ароматом. Аромат присутствует персиковый. Хороший. Сочная. Сладкая. С легенькой кислинкой. Которую практически я не ощущаю. Так еле-еле. Как бы придает данному сорту вкус. Эта маленькая кислинка. Класс. Хороший вкус. Могу еще сказать, что шкурка не ощущается во рту особо. Уже вот этих персиков. Обычно, когда шкурка, но у него и волос не практически нету. Возьмем. У него такой самочный. Чуть-чуть. Чуть-чуть есть. Но вот как-то во рту я не сильно ощущаю ее как нормально. Уже бывает возьмешь как стекловату вроде. Это нормально такая. Ну такой вот красивый, товарный, вкусный. Хороший персик. На среде, на конец августа. Такие вот бульки. Вкуснятины. Покупайте себе данный сорт. Будете каждый год с урожаем. Но если не будет весенних, возвратных заморозков, когда он будет свистеть, там минус 3, минус 2, минус 4, то будете в принципе каждый год с урожаем. То есть я по нему ничего не могу сказать, чтоб он там подмерзал. Все веточки целенькие, все почки целенькие. Вот это разве что в период возвратных заморозков. Но это все страдает. Яблони и груши, то есть ничего не спасешь, если уже такой бороз идет. Это надо костры полить или включать. Полив верхний, чтоб оно обмерзало. Не именно дымом или водой. Попробовать спасти урожай. А так все попадает. Будет такой мороз. Ну как бы по сорту все. Всем спасибо за внимание. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok